Добрый вечер, в прямом эфире новости на телеканале НИСЕ и в студии Александр Дьяков. И вот главная тема этого дня. В Красноярский край с первым рабочим визитом прибыл полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. Какие объекты он посетил и с кем встретился. Надо сначала все увидеть своими глазами, пообщаться с людьми, посмотреть, объехать. Посмотреть те программы, которые здесь есть. В Красноярске появится информационная система, с помощью которой можно прогнозировать пробки и управлять потоками транспорта. Какие наработки уже есть. Программа, которую мы сейчас посмотрели, мне кажется, дает очень обнадеживающие сценарии развития транспортной инфраструктуры в городе Красноярске. Минусинские археологи в Каратузском районе изучают наскальные рисунки, которым больше 4000 лет. Как восстанавливают древнюю живопись. Особенность стиля, джойского стиля и особенность этих личин – это наличие вот таких вот развилок в виде языков змеи. Они присутствуют везде. Эта неделя будет по-летнему теплой. Какой день в Красноярске станет самым погожим и в каких территориях синоптики обещают 27-градусную жару. Начиная со вторника и до конца недели по центральным районам осадки ожидаются только по западу территории. Горнолыжный курорт Чимбулак и спорткомплекс Мидео. Автокрасноярцы посетили объекты универсиады в Алматы, что их впечатлило больше всего. В прошлом году была возможность увидеть сочинские объекты, которые уже отработали, приняв Олимпиаду. Ну и вот сейчас мы наблюдаем объекты, которые подготовлены к универсиаде. Но хочется сказать, что очень достойно, совершенно не хуже, в чем-то даже интереснее. В Красноярский край с первым рабочим визитом прибыл полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. Напомним, на эту должность он был назначен Владимиром Путиным в конце июля. И сейчас знакомится с подведомственным округом. В первый день Сергей Миняйло ознакомился с ходом реконструкции аэропорта Емельянова. Сейчас на объекте ведется монтаж металлоконструкций, который должен быть завершен до конца года. А сдать в эксплуатацию новый терминал планируют в конце 2017-го. Также полпредпосетил строящиеся объекты универсиады, Академию зимних видов спорта и арену Платинум. Губернатор рассказал Сергею Миняйло о ближайших этапах строительства, финансировании этих работ, а также о планах использования объектов после окончания спортивных игр. А в Сибирском региональном центре МЧС полпредпознакомился с возможностями системы «Безопасный город». Если создана система управления кризисом в кризисных ситуациях, это в такой экстремальной обстановке, то туда уже управлять задачами повседневными, да, в нормальной жизни, вот, она способна. И один из вопросов, почему я сюда приехал, это посмотреть своими глазами вот этот ситуационный центр. И сегодня же Сергей Миняйло и губернатор края Виктор Толоконский посетили Красноярский мемориал победы, где возложили цветы к вечному огню и почтили память погибших воинов минуты молчания. А после на рабочей встрече обсудили итоги первого визита полномочного представителя президента в Красноярский край. Центральным пунктом визита Сергея Миняйло в Красноярский край стало посещение территории инициативной молодежи Бирюса. Полномочный представитель президента пообщался с молодежью и высоко оценил площадку, где ежегодно собираются лучшие студенты со всей страны. Екатерина Погорелова продолжит тему. Территория инициативной молодежи Бирюса завершает свою работу в этом сезоне. Участниками слета стали студенческие отряды со всей Сибири. Более 800 человек приехали сюда, чтобы поделиться своим опытом. Новосибирска, Омская области, Республика Хакасии, Красноярский край. На несколько дней Бирюса стала местом, где встретились бригады студенческих отрядов. Трудовой семестр закончился, а это значит, нужно рассказывать друг другу, где работали этим летом. В основном члены отрядов помогают на строительных и сельскохозяйственных площадках и в учреждениях здравоохранения. Причем, как показала практика, ребята не только работают, но еще учатся и находят друзей. Мы как семья. Что-то случилось, можно на них положиться. Я всегда знаю, что помогут и ночью, и утром, и днем. Только за это лето студенческие отряды успели поработать на самых масштабных российских стройках. Самая западная точка Крым, самая восточная, это восточный космодром, север Красноярского края в городе Норильске и юг Красноярского края. То есть география большая, она захватывает не только Красноярский край и ближайший Сибирский федеральный округ, но и в целом всю страну. Сегодня Бирюсу посетил полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняева и губернатор края Виктор Толоконский. Они вместе с ребятами дали старт слету, посмотрели на основные выставки и приняли участие в совещании руководителей штабов, студенческих отрядов со всего СФО. Сергей Миняева высоко оценил работу молодежи и отметил, что подобное открытое общение необходимо. Надо сначала все увидеть своими глазами, пообщаться с людьми, посмотреть, объехать. Посмотреть те программы, которые здесь есть, то состояние, которое сегодня существует. Для того, чтобы потом сделать определенные выводы и решать те задачи и те проблемы, которые сегодня возникают. Самое главное сегодня это помогать регионам в решении тех проблемных вопросов, которые есть, они по факту есть. Я практически бываю на каждой смене на Бирюсе и всегда говорю, ценность Бирюсы это объединение уникальных энергий. Здесь столько творческих, энергичных людей. И когда вы все вместе, когда вы объединяете свою энергию, мы становимся настолько сильны, что нам по плечу любые дела, любые свершения. Впереди у ребят насыщенные дни на территорию Бирюсы. Они посетят мастер-классы, тренинги, подведут итоги лета 2016 года и наберутся сил перед новым учебным годом. Екатерина Погорелова, Андрей Крупнов, новости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В железнодорожном районе. Следующий на очереди Советский. Вообще же в планах исследовать 27 самых загруженных дорог в краевом центре. Информацию получают через датчики интенсивности движения, которые в свою очередь используют данные с видеокамер города. Так можно просчитать, с какой скоростью и сколько автомобилей проезжает за одну минуту. После анализа специалисты подготовят предложение, как можно разгрузить проблемные участки, например, с помощью регулирования светофоров. Первые предложения будут известны через месяц. По словам Эдхама Акбулатова, нужно также продумать, как организовать движение при крупных дорожных ремонтах, в частности, коммунального моста. Не везде мы можем построить развязки в двух уровнях. И даже если можно было бы построить развязки в двух уровнях, это очень длительный, капиталоемкий процесс, он займет очень много времени и потребует больших затрат. Поэтому во многих случаях решения нужно искать более дешевыми, если можно так сказать. Что это за решения? Изменение направления движения транспорта на каких-то улицах, установка дополнительных светофорных объектов, установка знаковой информации, устройство там, где это возможно, право поворотных шлюзов. И еще подобные решения, которые относительно дешевы, но позволят упростить движение. Программа, которую мы сейчас посмотрели, мне кажется, дает очень обнадеживающие сценарии развития транспортной инфраструктуры в городе Красноярске. Но это такой хороший пример умного, грамотного, научного подхода к решению вопросов, в том числе и пробок. Простого движения, которое должно быть организовано в любом столичном городе. На капитальный ремонт закрылся левый мост через реку Ясоуловка в Березовском районе. Дорожники работают на 17-м километре трассы Красноярск-Железногорск. Здесь заменят опор моста, сделают пролеты, отремонтируют проезжую часть и благоустроят пешеходный тротуар. На время ремонта движение транспорта ограничено. Автомобили могут ехать только по правому мосту, а по одной полосе в каждую сторону. Водителей просят быть внимательными на этом участке и обращать внимание на дорожные знаки. Капитальный ремонт моста через Ясоуловку завершится в ноябре 2017 года. У нас интенсивность движения на данной автомобильной дороге в пиковые часы, в пиковые времена года составляет порядка 20 тысяч автомобилей в суд. Учитывая, что по этой автомобильной дороге двоекратное превышение того лимита, при котором мы уже должны были строить дорогу с разделенными полосами движения, выбор абсолютно был очевиден. Более напряженных дорог на территории Красноярского края у нас в настоящий момент нет. Покупать, продавать или дарить недвижимость с нового года придется по новым правилам. Федеральное законодательство поэтапно вводит изменения кадастрового учета. Коснутся они сразу нескольких сфер. С одной стороны, упростится процедура оформления недвижимости, с другой, владельцы земли должны будут обязательно внести данные о границах своих участков в госреестр. В деталях разбирался Александр Ловицкий. Сейчас, чтобы оформить сделку с земельным участком, нужно, во-первых, зарегистрировать его в кадастровой палате, где ему присвоят уникальный номер. Затем обратиться в Росреестр, чтобы зарегистрировать право на недвижимость. Однако из-за изменений в законодательстве вскоре процедура упростится. Уже с нового года вступит в силу федеральный закон о регистрации недвижимости. Он объединит государственный кадастр и единый реестр прав в одну базу данных. Как следствие, оформить права на землю и зарегистрировать ее можно будет за один визит к специалистам Росреестра. Эта процедура будет составлять 10 рабочих дней, если одновременно. Если просто поставить объект недвижимости на учет, вы хотите, это будет 5 рабочих дней, а регистрация прав отдельная процедура, это 7 рабочих дней. На сегодняшний день сроки немножко иные, то есть данный закон также еще и сокращает сроки учебных действий. Еще через год, с января 2018-го, начнет действовать ограничение всех сделок с земельными участками, границы которых не внесены в эту базу данных. Другими словами, если до этого времени не провести межевание, то землю будет нельзя ни продать, ни обменять, ни даже подарить. Это нововведение коснется земельных участков подсадоводства, огородничества, ИЖС, то есть индивидуальное жилищное строительство. На сегодняшний день в упрощенном порядке такие земельные участки регистрируются без установленных границ, но с 1 января 2018-го года это будет невозможно. То есть у всех участков должны быть установлены границы. Чтобы сохранить свои права на землю, собственники должны обратиться к кадастровым инженерам. Вместе с геодезистами они приедут на участок и с помощью специального оборудования измерят его и внесут все данные в базу. Также владельцам необходимо будет предоставить все документы, подтверждающие права на землю. Это план границ какой-то, если он имеется, кадастровый план на земельный участок. И непосредственно нужно показать на земельном участке в натуре, где расположен участок, его границы. И также необходимо будет согласовать эти границы с соседями смежных земельных участков. Новшества вводят в первую очередь для удобства и безопасности, говорят специалисты. Во-первых, единая база данных позволит Росреестру лучше защитить собственников от мошенников, а также поможет быстрее предоставлять сведения. К примеру, выписку из Росреестра можно будет получить в течение трех рабочих дней вместо пяти. Александр Ловицкий, Всеволод Никитин, новости. Минусинские археологи в Каратузском районе изучают наскальные рисунки, которым больше четырех тысяч лет. Как восстанавливает древнюю живопись, об этом далее. Приглашаем на международную лесопромышленную выставку «Эксподрев». Оборудование, техника, инструмент из 14 стран мира. Уникальная биржа контактов лесной отрасли. Насыщенная деловая программа для специалистов. С 6 по 9 сентября. Красноярск. Экспоцентр Сибирь. 0+. Новая лазерная коррекция зрения методом СМАЙЛ. Только в глазном центре на Никитина 1В. Цена от 12 тысяч рублей. Телефон 287-77-33. Получил у Рома большой счет за телефон. С чего бы это думает он? А может я лунатик? Во сне ходил. И случайно пакет услуг подключаю. А может мой рыжий кот Аматолий на телефон наступил и позвонил в Монголию. Рома, а может переплаты связаны с тем, что в рекламе не все было сказано? Тогда так правда и проявляется. За обещаниями низких цен переплаты скрываются. Реальная цена без фокусов. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле2. Тариф черный. Честно, дешевле. Какой насыщенный предстоит выходной? Столько всего надо сделать. Посмотреть, купить, заправить, поговорить, встретиться, покушать. Да не один раз. Сводить, погулять, приготовить, помыть, узнать, рассказать, измерить, накормить, прибрать. Насыщенный выходной. Но как? Все успел? А проголосовать не забудь. 18 сентября. Единый день голосования. Успей сделать главное. Продолжаем выпуск. Наступившую неделю в Красноярске будет по-летнему теплой. Как и предполагали специалисты гидрометцентра, бабье лето будет ранним. С понедельника по воскресенье воздух прогреется до 22-25 градусов. Небольшой дождь синоптики ожидают только в среду. Все остальные дни будет ясная погода с небольшой облачностью. Теплее станет и по ночам. 7 градусов во вторник до 10 к четвергу. Самым теплым днем станет суббота. 24-25 градусов выше нуля. Ночью плюс 10. Начиная со вторника и до конца недели. По центральным районам осадки ожидаются только по западу территории. По Ачинской и Несейской группе районов. Местами небольшие дожди. На остальной территории центральных районов осадков не ожидается. Температура в дневные часы в первой половине недели днем 18-23 градуса. А во второй половине недели 22-27. В южных районах осадки ожидаются в первой половине недели. Местами небольшие умеренные дожди. Во второй половине недели без осадков. Преобладающая температура воздуха днем 22-27 градусов. В ночные часы по центральным и южным районам в начале недели температура от 6 до 11 градусов. Во второй половине недели от 9 до 14. Минусинские археологи возрождают незаслуженно забытый памятник археологии. Специалисты обследовали древние наскальные рисунки в местечке Кунду-Сук. Их возраст 4,5 тысячи лет. Это одна из самых труднодоступных писанец Сибири в верховьях реки Амыл. Добираться до живописи глубокой древности пришлось несколько дней по непроходимой тайге. Подробнее о загадочных петроглифах расскажет Ольга Максюшина. Бушующие горные реки вброд на вездеходной технике дорога вдоль скалистых гор. Несколько дней пути по тайге. Путь к загадочным петроглифам ведет прямо по берегу реки Амыл. По описанию некоторых археологов, именно здесь проходит древняя тропа. 4 тысячи лет назад люди ходили по ней в восточную Туву. Особенность стиля, джойского стиля и особенность этих личин – это наличие вот таких вот развилок в виде языков змеи. Они присутствуют везде. Археолог Юрий Есин предполагает, что эти рисунки на скале, скрытые от глаз человека, как-то связаны с обрядами, которые проводили жители тайги во время движения из Сибири в Туву. Путь занимал несколько недель. Он был достаточно тяжелым и опасным. По представлениям исследователей, это изображение лиц древних богов. Это какие-то духи, потусторонние силы, к которым люди обращались во время своих обрядов. И они создавали эти изображения именно в процессе обрядов, для того, чтобы установить контакт с этим божеством, чтобы просить у него помощи, возможно, в долгом и тяжелом пути по Саянам. Об этой таежной писанице мало что известно. В 60-х годах изображения на камнях нашли минусинские геологи. А ученые были здесь всего один раз. В 1968 году археолог Николай Леонтьев их схематично перенес на бумагу. Все рисунки выполнены охрой. Сегодня единственные, кто посещает это место, жители заимки Верхний Омыл. Говорят, туристов здесь не встретишь. Места глухие. Только охотники и рыбаки. У меня дочь приезжает, она каждый год туда ходит. Это у нее как традиционные маршрутно-наскальные рисунки обязательно. Их плохо видно со стороны. Поэтому, да и мы сильно не афишируем. Не охота, чтобы их портили. Люди разные бывают. Сегодня эти рисунки на скале едва заметны. Линии расплывчатые и покрыты лишайниками. Для того, чтобы сделать точные прорисовки, копии изображений и более детально изучить древнюю живопись тех времен, археологам пришлось в буквальном смысле очищать щетками скалистую поверхность. Ценность этих петроглифов – возможность проникнуть в мировоззрение жителей таежных регионов Южной Сибири. О тех, кто жил в степи, мы более или менее что-то знаем. В лесостепях также нам известно. А вот о тайге нам на сегодняшний день практически не известно ничего. Мы не знаем их ни материальной культуры, ни духовной тем более. А эти писаницы хотя бы немножко приоткрывают нам вот эту завесу. На сегодняшний день таких таежных писаниц уцелело совсем немного. Археологи говорят, их изучение дает возможность раскрыть такие особенности жизни древних народов, о которых не могут рассказать другие памятники прошлого – могильники или поселения. Эти рисунки позволяют понять эстетические представления далеких предков, их понимание окружающего мира и интересы. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости. Горнолыжный курорт Чимбулак и спорткомплекс Мидео. Автокрасноярцы посетили объекты универсиады в Алматы. Что их впечатлило больше всего, расскажем через несколько минут. Курорт озера Карачи ждет вас. Бронирование путевок по телефону 8 800 250 49 96. Будьте здоровы! Погода под контролем. Свидма сервис. В наличии бытовые, промышленные и мобильные кондиционеры. Обычные и инверторные, а также увлажнители и осушители воздуха. На все кондиционеры скидка до 15%. Группа компании «Витма сервис» на 9 мая 7. Я чувствую в этом доме присутствие дорогого интернета. Опять упал. Включать и выключать уже пробовали. Так, это не подходит. Билайн избавит от дорогого интернета. Подключайтесь к тарифам «Всё» и пользуйтесь домашним интернетом АТВ всего за рубль в месяц. Просто оставьте заявку на 1руб.билайн.ру. Рубль в месяц. И не больше. Билайн. Просто удобно. Для тебя. Возвращаемся к новостям. Завтра, 6 сентября, Красноярск принимает участников масштабной международной выставки «Эксподрев». В 18-й раз специалисты лесной отрасли со всего мира соберутся в краевом центре. Более 100 компаний из 14 стран представят крупногабаритную технику, современное оборудование по лесозаготовке и переработке, а также станки по деревообработке и мебельному производству. На локациях презентуют мощные харвестеры, форвардеры, гидроманипуляторы. Наш регион одним из первых в стране будет внедрять технологии биоэнергетики и экологии леса. В 18-й раз запланирована масштабная деловая программа «Красноярский лесопромышленный форум» и «Биржа леса». Площадка для встречи поставщиков древесины и пиломатериалов с потенциальными партнерами. «Эксподрев-2016» пройдет под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Выставка завершит свою работу 9 сентября. Я думаю, что наши станки были бы интересны как уже зарекомендовавшимся специалистам в области деревопереработки производства пиломатериала, так и вновь запускаемых производств по изготовлению пиломатериала. И надеюсь, это найдет отклик в сердцах наших будущих клиентов. Данная выставка зарекомендовала себя как площадкой для демонстрации самых современных технологий и передового оборудования для весного хозяйства. На стенде в Форд-центре ведут гости и участники выставки смогут познакомиться с новым поколением автомобиля «Форд Транзит», характеристики которого позволяют перевозить различные габаритные грузы при любых климатических условиях и дорожной обстановке. А сейчас новая серия проекта «Автокрасноярцы». Участники пробега посетили горнолыжный курорт «Чимбулак», высокогорный спортивный комплекс «Мидео», ледовый дворец и деревня «Универсиады». Что впечатлило путешественников больше всего, расскажет автор проекта Елена Бурасова. Вот так выглядела масштабная стройка буквально несколько месяцев назад. Это ледовый дворец, где пройдет церемония закрытия и открытия студенческих игр и деревни «Универсиады». С высоты птичьего полета она напоминает английскую «Ю». До зимней «Универсиады» в Алма-Ате остается меньше полугода. Степень готовности более чем 90% рапортуют в местной дирекции студенческих игр. Сейчас остались отделочные работы. Ледовый дворец здесь называют 12-тысячником по количеству посадочных мест. Здесь пройдут соревнования по фигурному катанию и керлингу. Объект впечатляет своими масштабами. И спроектирован таким образом, что ледовое покрытие может трансформироваться в площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола. Вот так с улицы будет выглядеть арена вечером. В целях поддержки казахстанских предприятий при строительстве любого объекта «Универсиады» должно использоваться минимум 50% местных товаров. Тестовые соревнования для спортсменов здесь пройдут уже в декабре. Я занимаюсь строительством. Пообщался по поводу стоимости всех этих объектов и качеству их сборки. Видно, что все сделано на высоком уровне и достаточно вприемлемые деньги. В прошлом году была возможность увидеть сочинские объекты, которые уже отработали, приняв Олимпиаду. Ну и вот сейчас мы наблюдаем объекты, которые подготовлены к универсиаде. Но хочется сказать, что очень достойно, совершенно не хуже, в чем-то даже интереснее. Объекты универсиады довольно-таки, скажу, внушительные по своему объему, по своей инфраструктуре. Они вписываются в город. Явно они будут использованы и задействованы и после универсиады. Ледовый дворец находится всего в 700 метрах от атлетической деревни. Здесь на территории есть все почта, спортзал, полиция, медицинский центр и даже ночной клуб, чтобы спортсмены могли комфортно проводить время. Вот в таких условиях будут жить спортсмены, которые приедут на универсиаду в Алматы. Давайте посмотрим, что есть в комнате. Раковина, стол, стул, кровать. Кстати, постельное белье с надписями «Алматы-2017». Зимние универсиады такие же брендированные полотенца. Небольшой телевизор и шкаф. В общем, довольно комфортно для того, чтобы пожить здесь недельку. После универсиады жилье будут продавать и сдавать в социальный найм. По сути, здесь появится новый жилой комплекс. Следующая точка нашего маршрута – легендарный высокогорный каток «Медео». Он является крупнейшим в мире высокогорным комплексом для зимних видов спорта. Широкую популярность катко обеспечил мягкий климат в ущелье, высокогорье, невысокое атмосферное давление и чистая горная вода для заливки льда. Начиная с 1972 года на «Медео» было установлено более 120 мировых рекордов. Потому еще его называют «фабрикой рекордов». После модернизации «Медео» вновь обрел популярность здесь. С удовольствием катаются и жители Алматы, и гости города. Во время игр комплекс примет соревнования по конькобежному спорту. Нравится расположение. Понимаете, вот кругом такие горы, как бы это в ложбине, так это все красиво, хорошо. Малята мечта – побывать вот здесь. Ну и как один великий сказал, сбылась мечта гражданина, я мягко скажу. Мы приехали просто в оазис. Это оазис культуры, технологии, не знаю, всего. Здесь все настолько развито, что, например, даже… Это примерно, я думаю, сравняется только со столицей России, Москвой. Потому что Алматы впереди планетистей. Поэтому я был очень поражен. Ребята, конечно, очень прям тщательно готовятся к универсиаде, потому что видно, что на каждом объекте работы просто кипят. Такое количество людей занято именно подготовкой, что просто поражает. Уже распределены ложи между делегатами и участниками, но нас, конечно, интересует, где будут сидеть журналисты. Вот там, на втором этаже, пресс-центр, а вот здесь аккредитованные журналисты и корреспонденты будут работать. Потому что здесь будет самый лучший вид, где я стою примерно, линия старта и финиша конкобежцев. Честно сказать, мы не планировали в своем графике горнолыжный курорт Чумбулак. Но так как от Мидео рукой подать, то решили не упускать возможность посмотреть, где пройдут соревнования по горным лыжам, сноуборду и фристайлу. Чумбулак был основан в 1954 году. С этого периода он становится тренировочной базой для советских спортсменов по горнолыжному спорту. К проведению азиатских игр в 2011 году была построена суперсовременная канатная дорога. От высокогорного спортивного комплекса Мидео до горнолыжной базы. Итак, 114 комфортабельных кабинок, а пропускная способность дороги составляет 2500-3000 человек в час. Эта канатная дорога является третьей в мире по протяженности 4,5 километра, высшая точка 3200 метров над уровнем моря. Я смотрел, какой уклон, какие здесь трассы, протяженность. То, что мне здесь понравилось, здесь очень много развило. То есть 26 или по 30 трасс. Столько я, наверное, нигде столько не видел. То есть, как сказать, склоны здесь не самые тяжелые. То есть у нас в Красноярске даже наша пятерка может быть послезнее, чем здесь черные трассы. То есть нормальные такие склоны. Все объекты свежеотстроенные, отреставрированные в Алматы, намерены максимально использовать и после проведения студенческих игр. Есть целая программа наследия. Несомненно, что универсиада оставит после себя не только спортивные рекорды, но и прекрасную базу для развития спорта, как профессионального, так и любительского. Здесь очень экономно подошли к бюджету по подготовке к всемирным играм, но это никак не отразилось на качестве объекта. Неделя универсиада пролетит очень быстро. Мы бы, конечно, хотели, чтобы вот эти спортивные сооружения стали очень такой мощной точкой роста в жизни нашего города. И действительно, сегодня это очень четко видно. Вот даже это сооружение, на котором мы сегодня находимся, это станет новой, очень яркой, универсальной площадкой не только для спорта, но и для концертных программ, для общественно-политических мероприятий. Поставлена очень четкая задача, чтобы все спортивные сооружения, возведенные к универсиаде, были максимально доступны для гаража. И мы понимаем, что в нашем родном Красноярске после проведения универсиады останется такое же наследие и очень ждем появления новых объектов. Наше путешествие завершается, и мы уже завтра отправляемся в Красноярск к родным и близким. Что мы привезли из этого путешествия и чем участникам запомнился наш путь, расскажем в финальной серии нашего проекта. Не пропустите. Елена Бурасова, Сергей Камашев. Новости. Партнер проекта «Реноцентр Сиал Авто» на пограничниках 101А. Официальный дилер «Рено» в Красноярске. Партнер проекта «Сау Надежда». Получите страховые рубли и оплатите ими до 20% стоимости страховки дома, дачи или квартиры. Партнер проекта «Вода Виваль». Минеральная природная вода, обогащенная кислородом. Для тех, кто ведет насыщенную жизнь и заботится о своем здоровье. Телефон резакции для ваших новостей 236-01-36. Наш адрес в интернете – енисей.тв.